Пенсионерка Ольга Авдеева старается идти в ногу со временем. Карту жителя Самарской области оформила полгода назад по причине расширенного набора возможностей. К ней привязан полис обязательного медицинского страхования. Ее можно использовать как ключ от домофона, однако чаще всего Ольга пользуется ей в общественном транспорте. Как проездным, так удобнее. Я очень часто пользуюсь картами, не только картой жителя. Это удобно, что не надо деньги с собой возить куда-то. Достаточно иметь карту, где расплачиваться ею. Я люблю картами пользоваться. И это правда, ведь карта жителя Самарской области – это полноценный банковский инструмент. Она выпускается на базе платежной системы «Мир». Держатель карты жителя может рассчитывать на скидки в местных магазинах, аптеках, учреждениях культуры и спорта, а также участвовать в программах лояльности компаний-партнеров. И это далеко не все преимущества. Со временем их список будет только расти. С января этого года в регионы больше не выпускаются социальные небанковские транспортные карты. И весь функционал перенесен на карту жителя. Поэтому напоминаю, что до конца года, до 31 декабря, необходимо заменить вашу социальную небанковскую транспортную карту на карту жителя. Весь функционал будет автоматически перенесен. Заказать и получить ее просто. Можно обратиться в отделение банка или подать заявку онлайн на сайте проекта, а также оставить заявление в МФЦ. Для оформления понадобится только два документа – паспорт и СНИЛС. Если вы имеете право на льготный проезд, то об этом необходимо заявить при оформлении карты и предоставить документы, подтверждающие право на получение социальной услуги. Карту изготовят в течение двух недель. Перед тем, как начать пользоваться льготным проездом, ее необходимо активировать. Эксперты говорят, если еще не оформили, нужно поторопиться. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.